Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вкусный, яркий, нарядный, красивый праздничный салат Шапка Мономаха. У каждой хозяйки есть своя вариация этого салата и они весьма разнообразны. Кто-то предпочитает добавлять чернослив, кто-то яблоки, кто-то вообще не добавляет ни то, ни другое. Одни варят морковь для салата, другие предпочитают сырую. В общем, в вариации масса я вам хочу показать свой вариант этого яркого, нарядного праздничного салата. Ну а сейчас не скупимся на лайки, проверяем подписку и погнали! И для приготовления салата Шапка Мономаха нам понадобится Свекла 200 грамм, картофеля в два раза больше, 400 грамм, моркови 150 грамм, яблоко 200 грамм, либо одно крупное, либо два мелких. Мясо можете использовать любое. Курицу, баранину, индейку. У меня говядина 300 грамм. Грецкий орех 50 грамм, 4 яйца, соли совсем немного, 3-5 грамм, майонеза 100-150 грамм, чеснок от 10 до 20 грамм, сыр любой твердый, понадобится 100-150 грамм. Гранат и зеленый горошек нам понадобится только для декора. Овощи можете отварить любым привычным вам способом, либо в кастрюльке, либо в пароварке. Кто-то использует вообще микроволновку. Я предпочитаю овощи запекать. Для этого оборачиваю чистые овощи фольгой и отправляю в духовку. При 180 градусах буду запекать примерно полчаса. Иногда на это требуется и больше времени. Время приготовления овощей зависит, во-первых, от их размера, во-вторых, от количества загруженного продукта в духовку, ну и, конечно же, от особенностей вашей духовки. Вслед за овощами отправляем грецкий орех. Высыпав на противень, отправим на нижний ярус. На среднем у нас будут запекаться овощи. Внизу прокаливаем орехи. На прокаливание орехов потребуется около 10 минут при той же температуре, 180 градусов. Возможно, уйдет меньше. Орешки достали. Оставляем их остывать мы же тем временем. Мясо заливаем горячей водой и отправляем вариться до готовности. На это потребуется около 40 минут. Варим при не сильном кипении, чтобы мясо было более нежным. Дальше в другую кастрюлю укладываем яйца, также заливаем горячей водой и варим ровно 8 минут. Затем отправляем яйца в ледяную баню, предварительно их разбив. Ну а пока яйца варятся, максимально очищаем грецкий орех, чтобы предотвратить появление горечи в салате. Одно яйцо у меня всплыло, поэтому добавляю еще одно, а это наоборот, вынимаю. Если яйцо всплыло, это говорит о том, что скорее всего оно испорчено. И овощи и мясо готовы. Проверяем готовность овощей зубочисткой. Мясо оставляем остывать прямо в бульоне, а овощи наоборот, раскрываем. Так мясо получится сочнее, ну а овощи наоборот, лишняя влага быстро покинет. Когда овощи остынут, очищаем и натираем на крупной терке. Яйца чистим, делим на белки и желтки, и тоже натираем на крупной терке. Теперь измельчаем орех, мясо нарезаем либо кубиком, либо тонкой соломкой поперек волокон. Ну а чеснок почистим, натрем на мелкой терке и смешаем с майонезом. Теперь сыр натираем на мелкой терке, а гранат чистим, чтобы у нас остались только зернышки. Повторяю, понадобится тебе примерно зерна с половинкой граната. ПОДПИСИЛЬНЫЙ ЗАЗАМИ Все ингредиенты подготовлены, кроме яблока. Его мы будем мыть, чистить и натирать уже непосредственно в салат. Ну а сейчас приступаем к сборке. Берем довольно большого диаметра блюда и будем слоями выкладывать салат, между ним делая сеточку из майонеза и смазывая периодически. Такие ингредиенты, как картошка, морковь, свекла, будем слегка подсаливать. Первый слой, половина картофеля. Распределяем, подсаливаем и далее идет майонез. Следующий слой, половина моркови. Тоже чуть-чуть подсаливаем и сверху майонезная сетка. Третий слой тоже самое. Половина свеклы, подсаливаем майонезная сетка. Теперь выкладываем половину примерно грецкого ореха, даже две трети. Распределяем, слегка промазываем майонезом. А следующий слой у нас идет мясо, соль, майонезная сетка. Мясо берем также половину от всей заявленной массы. Теперь настало время яблок. Моем, чистим, убираем плодоножку, разрезаем напополам. И удалив сердцевину, натираем на крупной терке, прямо в салат. Сразу же его распределяем. И следом опять майонезная сетка. Натираем только одно яблоко. Второе пойдет на второй мясной слой. Теперь идет вторая часть картофеля. Также выкладываем, подсаливаем, майонезная сетка размазываем. Но в этом слое есть один нюанс. Нам нужно картофелем закрыть вот эти красные яркие края и тщательно обмазав майонезом, сделать примерно здесь как бы бороздку. То есть мы уже отделим нижний слой и дальше будет диаметр сборки салата уже меньше. Следующий слой – яичный белок. Он также полностью по всему периметру и по бокам идет. И затем мы уже формуем бортик. Также подсаливаем. Майонезная сетка равняем. И следующий слой у нас уже идет маленького диаметра. Это будут желтки. Половина желтка подсаливаем. Майонезная сетка разравниваем. Следующий слой – половина сыра. Его уже подсаливать не надо. Также майонезная сетка. И разравниваем. Следующий слой – снова мясо. Подсаливаем и майонезная сетка. Теперь моем, чистим и натираем на крупной терке второе яблоко. Следующий слой – остатки свеклы. Также подсаливаем. Майонезная сетка. Стараемся удержать ровный купол. Теперь укладываем слой моркови. Также соль. Майонезная сетка выравниваем. И на нее идет остаток желтка. Желток всегда ведет себя очень капризно, если его сначала насыпать, а потом смазывать майонезом. Поэтому последний слой, чтобы нам не загубить всю геометрию шапки, мы смешаем с майонезом желток прямо в мисочке. Ну а затем аккуратненько нанесем верхний слой. Теперь берем сыр и полностью всю шапку посыпаем сыром. То место, где мех у шапки, мы еще посыпаем и грецким орехом. Теперь зернышками граната выкладываем кантик между самой шапкой и меховой опушкой шапки. Из красного лука или обычного лука, можно даже использовать яйцо или морковь, делаем подобие короны. Для этого прорезаем луковицу под углом 45 градусов и делаем такие как бы лепестки, грубо говоря, зигзагом. Разбираем луковочку, выбираем необходимый нам размер и венчаем нашу шапку вот такой короной, а затем наполняем ее остатками зернышек граната. Из остатков лука вырезаю вот такие ромбики. Ими, а также зеленым горошком и гранатом украшаю шапку по своему усмотрению. А чтобы они лучше держались, смазываю слегка майонезом. Не переживайте, что у вас останется много обрезков лука. Если расположить их в шахматном порядке, то у вас получится вот такая славная хризантемка, которой вы можете украсить другой салат. Или разделить их на отдельные звенья и получатся у вас вот такие крокусы. Тоже можно использовать в оформлении. Даем салату пропитаться 3-4 часа и будем пробовать. Салатик пропитался, настоялся, пробуем. Очень богатый вкусами. И чеснок, и кислинка, и сладость свеклы с морковкой. Соленая помидорка. Чувствуется вкус ореха. В общем, изобилие вкусов. Чувствуешь и сочетание, и все по отдельности. Причем здесь нам еще не попался желток. То есть, каждый уровень салата раскрывает по-новому вкусу. Но вообще салатик очень вкусный. Да, замороченный. Но для того и Новый год, чтобы хотя бы раз в год приготовить такой салатик. Вот такой красивый, эффектный, очень вкусный, способный стать украшением вашего праздничного стола. Салат Шапка Мономаха мы с вами сегодня приготовили. Радуйте себя, угощайте и удивляйте гостей. А фотоотзывы присылайте мне по ссылкам, которые найдете в описании. С наступающим Новым годом! До новых вкусных встреч! Пока-пока!